Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа Агра. Начнем мы, друзья, с хороших или не очень хороших новостей, не знаю, тут две стороны медали. В общем-то у нас очередное обновление карты и мы лишились этой самой администрации. Ну как лишились? Мы ее не лишились, но здесь появился злой сторож, которому от нечего делать захотелось закрыть нашу администрацию. Теперь мы не можем сюда попасть. Соответственно вся техника, которая у нас там стоит, сейчас для нас заблокирована. Вот этот злой сторож, ему нужно привезти бухлишко, чтобы он открыл нам эту самую администрацию. А самое печальное, то что этого самого бухлишка у нас нету. Из техники нам сейчас доступны только вот этот самый Джоник, наша Татра с погрузчиком и с фуражным прицепом Вальтра. Они у нас были брошены в поле перед обновлением, я их в общем-то не успел по сути дела загнать на базу, поэтому они у нас есть. В связи с этим сегодня придется брать технику в аренду, потому что убираться нам надо, а технику взять мы не можем. Теоретически, конечно, можно ее даже ручками просто тупо перекинуть, но это не по фэншую. А еще на этой карте появилась вот такая вот хреновина. Мелочка, а приятно. Так что будет теперь меня вот эта штука радовать здесь. Ну и соответственно, друзья, что нам надо сегодня сделать? Как обычно, друзья, у нас созрело поле и здесь у нас есть пшеничка, которую мы потом будем переделать в чистое зерно. Потому что у нас есть сепараторы и когда-нибудь нам оно понадобится именно в виде чистого зерна. Единственный только косяк, у меня после обновления слетел терраформинг, причем только здесь. И есть какой-то незасеянный кусок, непонятно как это получилось. Причем здесь с прошлого раза овес остался. Я в общем-то не знаю, как это работает. Ну и ладно, я думаю не так много мы здесь теряем. Соответственно, для этого дела нужно будет взять в аренду комбайн. Возьмем небольшой и все это дело соберем. Далее, друзья, переместимся на наш ферментатор. Он вовсю работает, соответственно, надо будет покосить травку. Для этого я арендую просто косилку, потому что у нас есть и волковая жатка. И в общем-то все у нас есть. Надо ее просто покосить, чтобы она заново начала расти, чтобы можно было ее в следующий раз опять косить. Собирать мы ее сегодня не будем. Ну и плюс здесь есть силос и я замочу курсплейчик, чтобы это все дело возить на базу. Теперь у нас с глобалом это все дело работает, так что можно будет маршрутик забубенить. И все будет работать. На зеленой долине уже проверено. Также, друзья, у нас здесь есть немного биогаза. И этот самый биогаз надо будет отвезти на карьер, как ни странно. Потому что этот самый карьер мы сегодня купим и он нам скоро понадобится. На самом деле он нам уже по зарезках нужен, но сегодня мы его запустим. Купим и запустим. Также, друзья, вот здесь далеко в лесу в палатке живет вот такой вот мужичок. Это дед Макар. Он на самом деле появился еще в прошлом обновлении, но я думал, что я не буду им заниматься. Мне, если честно, не сильно хотелось. Этот чувачок у нас гонит самогон. У него тут вон все есть. Соответственно, если ему привезти пшеничку и сахар, то он нам будет вот это все дело мутить. Воду, я так понимаю, ему не надо. Он берет прямо вот из этого водохранилища. Не знаю, это речка, озеро, что это такое. Соответственно, надо будет ему сюда привезти пшеничку и сахар. Сахар мы можем взять на сахарном заводе, но у нас он не построен, не запущен, и свеклы нету, и вообще ничего для него нету. Поэтому сахар мы купим в магазине. Саженцы, кстати, то, что мы посадили в прошлый раз, они еще вообще ни разу не проросли. Видимо, друзья, это надолго. Блин, а дерево он-то нам надо. Участок для этого покупать очень не хочется. Ладно, пока ждем. Есть вероятность того, что не будем ждать, пока они полностью вырастут, и будем пилить то, что есть. Ну и, как я уже говорил, карьер. Соответственно, мы его сегодня приобретем. Давайте откроем шлагбаум, чтобы он нам вообще не мешал в будущем. Сюда, соответственно, нужно привезти водичку. Водичку можно взять на базе. И биогаз. Биогаз у нас здесь выгружается. Сколько здесь мусора всякого. И вот такой вот здоровый карьер у нас тут стоит. Сюда, соответственно, будем выгружать воду. Как обычно, друзья, мы сегодня отвезем сюда по одному прицепу всего, чтобы это все дело у нас заработало. А уже на стриме будем заниматься перевозками, довозить сюда все, заканчивать, в общем-то, серию, что называется. Мне вот интересно, почему здесь анимация идет, если ничего не работает. Это, мне кажется, не очень правильно. Здесь у нас будет добываться песок и гравий, если мне память не изменяет, в общем-то, потом посмотрим конкретнее. Соответственно, в бетончик мы будем все это дело переделывать, чтобы потом строить всякую всячину. Так что, друзья, вот такие вот планы на сегодня. Давайте начинать. И начнем мы, друзья, с того, что приехали мы в магазин. И здесь нам нужно купить поддон с пшеницей и поддон с сахаром. Пшеница у нас здесь есть как корм для курятинки. Правда, полторы тысячи за куб, это, я бы сказал, очень дорого. Вообще, давайте сначала зайдем в меню и купим этот участочек с дедом Макаром. Вот у нас здесь маленькая такая пупуська находится. Соответственно, покупаем его и зайдем в меню, посмотрим, что ему надо. Ему нужна пшеница и сахар, 3 куба пшеницы и 2 куба сахара, чтобы полностью его заполнить. Кстати, тут бункер очень большой, 720 литров. 720 литров это очень много. Там один ящик 36 литров. Делается он в районе 3,5 часов, насколько я знаю. Потому что скорость переработки 10 литров в час. Скорость переработки, в общем-то, ну вы поняли. В общем-то, 3 поддончика с пшеницей. И, насколько я понимаю, один поддон с сахаром надо купить. Надо просто посмотреть, сахар в поддонах. Есть он тут вообще? Да, продается. 2 тысячи литров. Хорошо, замечательно. Покупаем его. 4 тысячи евро он стоит. Это есть. И, соответственно, нужны поддоны с пшеницей. Тоже 3 штуки возьмем. 1, 2 и 3. Во. Вон они стоят. У нас есть. Сторож, благо не забрал у нас эту самую гребаную татру. Можем пока на ней покататься. Отлично. Это все дело у нас запрыгивает. Аллилуйя, автопогрузки. Во. И повезли все это дело к деду Макару. Ну что ж, привет, мужик. Давайте выгрузим это все с автозагрузки. И, наверное, вручную надо все это закинуть. Давайте цепляем это все дело. И аккуратненько туда, кстати, триггер очень маленький. Надо прям четенько это все дело ставить, насколько я понимаю. Только нифига оно не загрузилось. Ну-ка, или у нас на другом? Не, ну я же ровно поставил, друзья. Значит сюда. Тут что-то начало сыпаться. Ну ровно же поставил, ну ешкин кот. Как так-то? Опять косяки. Ну а если сюда? То же самое. Ладно, давайте загрузим сахар. Попробуем. Поставим его сначала на первый. И оно тоже ни хрена не работает. Ну как так-то? Во, сахар сразу загружается и с ним все нормально. Только он полностью что-то не хочет высыпаться. Ну как так-то? Ну ешкин кот. Что с этими триггерами неправильно? Что с ними не так? Короче, нужны танцы с бубном. Ага, триггер слишком высоко. Может тогда не ставить, надо повыше поставить? Да. Короче, если его вот так вот ставишь, оно не работает. А если поднимаешь, триггер слишком высоко. Ну и сейчас пацанчик должен будет начать работать. Давайте сначала высыпем, а потом посмотрим, может его надо запускать. Во, короче, триггер высоко просто. Я понял. Все, это высыпали и последний тоже. Давайте-ка спанем. Во, нормалды. 99 процентов. Автостарт включен. Ну значит он пошел работать, значит все нормально. Пока анимации никакой нету. Ну и бог с ней. Я, честно говоря, не сторонник всего этого. Хорошо. В общем-то это мы сделали. И сейчас надо заняться нашим полем. Мы же друзья тогда опять перемещаемся в наш магазинчик. И здесь нам надо взять в аренду комбайн и какой-нибудь прицепчик. И тут, честно говоря, ничего большого брать не хочется, чтобы деньги платить. Давайте вот нова. Мы с ней хорошо знакомы. Мы арендуем ее и соответственно к ней стандартную, сколько-то, 5-метровая сжатка. Отлично. Да, немножко больше времени у нас займет уборка, но ничего не поделать. Соответственно прицеп нужен. Прицеп на 21 куб, я думаю, будет само то. Арендовать, да. Ну блин, а мы же за один раз это все дело не увезем, да? Трактор придется гнать сюда. Ладно, это не проблема. Особенно с нашим видеомонтажиком, что называется. Все это быстро происходит для вас. Цепляем трактор и давайте тогда, наверное, на фоллоу мимо все это дело увезем отсюда. РСМ-ку тоже заводим. Цепляем. Цепляем сжатку в смысле. Блин, ну этот забор здесь абсолютно не в тему стоит. Красивенько, конечно, ничего не скажешь, но периодически неудобно. Так, выставляем вот этого пацана вот ягод. Вот, соответственно, залазим в Джоника и цепляем его на фоллоу мимо. И на 50 метров пускай отстает, пускай едет. А мы погнали это все дело на поле перевезем. Ну и, в общем-то, ставим этих ребятишек в работу. Курсплей, кстати, снова откатил на старый. Что-то как-то у меня все не работает так, как надо. Так что генерируем пацану маршрутик и давай. Единственное, только, кстати, это самое. Соломку нам надо. Да, соломка у нас отделяется, все хорошо. Со стартовой точки его запускаем и пацан готов работать. Во, погнал. Все нормально у тебя будет? Ну, должно быть, все нормально. Соломку дает, он молодец. Соответственно, Джоника к нему в помощь. Это у нас будет работа с комбайнами. Комбайн нужно будет взять не Лексион, а 330. И, соответственно, маршрут у нас поле 0,7 база. Во, давай со следующей ближайшей точки. Может быть, тебе даже повезет, и ты, да, сразу же ищешь комбайн для работы. Красавчик. Но они, теоретически, должны нормально работать. А мы тогда переносимся опять к магазину. На этот раз уже на нашей Вальтре. И нам нужно взять в аренду сенокосилку. Мы возьмем вот такую вот пару. О, кстати, может быть классовскую взять. Она как раз пошире, 10 метров, то, что нам надо. Стоит примерно так же. Отлично. Тогда берем классовскую. Наперед и назад. Во. О, а я и совсем забыл про них. Так что цепляем, в общем-то, все это дело и едем косить. Кстати, вот парой их поставить нельзя будет, как Поттингер. Или как она там. Да, Поттингер. Вот это новокат. Их можно цепануть, например, наперед сразу обе. С этими такая фигня у нас не прокатит. Но она чуть-чуть шире, и в данном случае это важно. Во. И погнали на наше поле. Так, разворачиваем эти приблуды. Мне, кстати, интересно. Может быть здесь есть возможность тоже. Смотрите, есть сменить рабочую сторону. Волок соломы, ширина волка. Мне кажется, что эта штука может тоже по центру оставлять волок. Ну так это же здорово. Может нам такую штуку вместо нашей большой косилки купить пользу-то будет. Загружаем маршрут по костровым. Он у нас чуть шире, чем эта косилка. Поэтому, скорее всего, останется у нас что-то непокошенное. Но я думаю, что ничего страшного. Где у нас только старт? Я опять не угадал. Давай, друг, со стартовой точки. И это нифига не то, что мне нужно. А ну-ка, стой. Волок соломы. А если ширина волка поставить? Охрененный перевод на самом деле. Ну давай, продолжить маршрут. Один хрен то же самое. А что это меняет? Стоямба. Так, давайте пока курсплей выключим и запустим просто это дело. И опустим. Но ни хрена то это самое. Не волок соломы. Сменить рабочую сторону. Ну так ты делаешь как бы волки. А так понятно. Толку, короче, никакой нету вообще от этой функции. Ну по большому счету. Ну ладно. Едьте так. Потом заволкуем. Ой, вот это я зря сделал. Ну и ладно. Как-нибудь разберемся потом с этим делом. Что нам тут лишнего выкашивает. Ладно, хрен с ним. Пускай косит. Главное, чтобы покосил. Пускай косит. Подкатную тележку и еще один такой же прицеп. Вроде как в будущем появятся такие же фаркопы. Еще как минимум на прицепе для биогаза, для дегистата, может быть для воды. Короче, они еще будут. А, нам же надо это самое. Для биогаза взять в аренду прицепчик, чтобы отвезти гребаный биогаз. На карьер. И заодно, кстати, его и купить. Потому что я его еще не купил. Ладно, погнали. Заберем биогаз. Доедем до карьера. И там его уже купим. И приезжаем мы на наш карьер. Соответственно, для начала, конечно же, его надо купить. Поэтому лезем в участки и покупаем карьер. Миллион триста он стоит, зараза. Дорого, блин. Ну да ладно, ничего не поделаешь с этим. Соответственно, надо теперь выгрузить сюда биогаз. Отлично. Биогаз есть. Теперь надо еще привезти сюда водички. И как же дохрена-то ее сюда надо, да? Миллион. Но миллион сюда влазит. А сколько ее будет тратиться? Раньше было 200 кубов воды здесь. Теперь миллион. Ну ладно. Хорошо. Я, в общем-то, чтобы вас не мурыжить, беру в аренду бочку для воды. И привожу воду сюда. Ну и прибываем мы, друзья, теперь на разгрузку воды. В общем-то, одну бочку я привез. Остальное довезем потом. И вообще, кстати, на воду можно теоретически замутить. Курс плейчик будет. Потому что вода у нас берется из колонки или из озера. В общем-то, все это дело зашуршало. Теперь здесь тоже пошла работа. И у нас будет добываться песок и гравий. Все это дело нам понадобится на заводе ЖБИ, чтобы делать из него кирпичи и бетон. И, соответственно, из всего этого надо будет потом строить все остальные предприятия. И мосты вроде тоже, кстати, из этого надо будет дело строить. Не помню еще мосты строятся. 8000 литров в час у нас, кстати, добывается. Довольно-таки быстро. Песок и гравий. Нормально. Ну, воды будет тратиться довольно много. Ну, хорошо. С водой разберемся потом. Я думаю, что мы миллион здесь забьем как нефиг. Если курс плей замутим, то вообще шикарно будет. Я думаю, может бочку такую для воды взять? Она как-то посимпатичнее будет. И даже чуть вместительнее. Нормальная. Кстати говоря, у нас же есть еще и цементный тут заводик. Производство цемента. Тут пока что все работает. Уже 62 куба цемента у нас есть. Только тут как-то подозрительно тихо. Потому что вся работа идет у нас вон там. Ну и ладно. Соответственно, тут у нас все работает. А, вот тут что-то зажуршало. Да, в игре звуки как-то неправильно работают. 52 куба еще биогаза осталось. Это тоже хорошо. То, что осталось. Тоже надо будет потом забить это все дело. А ты, зятька, привет еще раз. Ну что ж, 10 литриков ты сделал. Молодец. Мы, в общем-то, друзья, тогда оставляем все это дело. Как обычно, наверное, проведем стрим. А может быть и нет. На котором надо будет полностью забить весь карьер. Наверное, весь этот самый биогаз мы отвезем туда. На стриме мы, друзья, докосим травку. Отвезем ее, соответственно, всю на наш ферментатор. Доубираем поле. Наверное, тоже все это дело перевезем на сепаратор. Замутим маршрутики, чтобы это все дело у нас работало. Вывезем с ферментатора весь силосы на биогаз. Отвезем. Тоже, наверное, маршрутики заполним. Забьем полностью карьер. Попробуем тоже замутить маршрут. Короче, работа до хрена. И чтобы не пропустить этот стрим, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Или же вступайте в группу ВКонтакте. А вообще лучше делать то и другое. Или же присоединяйтесь к нашему серверу в Дискорде. Короче, вариантов не пропустить стрим миллион. То есть три. Планов на серию, друзья, было чуть больше, конечно. Но, увы, у нас нет техники сейчас. Надо немножко подождать. В общем-то, в следующей серии все реализуем. Поэтому она такая коротенькая получилась. Не забывайте, разумеется, про лосики. Ну и комментарии, как же без них. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Дзилой. Всем всего доброго. Пока-пока.